На телеканале Губерния 33 программа на всю Владимирскую мы рассказываем о самом важном из жизни 33 региона. В студии Борис Пучков. Здравствуйте. С 1 сентября 2016 года в силу вступили поправки к сдаче экзамена на право управления автомобилем. То есть теперь экзамены придется сдавать по-новому. Как это будет происходить? Насколько сложно, потому что будущие водители жалуются, что теперь сдать экзамен будет практически невозможно. На эту тему мы сегодня и порассуждаем с нашими экспертами в студии. Сегодня у нас в качестве гостей директор автошколы «Автодар» Эдуард Голубцов и старший инструктор по вождению «Центр авто» Максим Жирин. Я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Перед тем, как начать обсуждение, я предлагаю посмотреть сюжет и после этого вернуться в студию. На этот экзамен ученики приходят без цветов и не в галстуках. Кандидаты в водители готовятся получить права. Упражнение на автодроме не менее ответственный этап, чем первый теоретический. Ученица автошколы «Дюк» Сабина Черкасова признается, на все вопросы ответила только со второго раза. Зато в автомобиле чувствует себя уверенно и все упражнения сдала. Теорию я сдавала два раза, но не потому что я первый раз не сдала, а потому что с 1 сентября поменялись правила приема экзамена. И сейчас экзамен по теории гораздо сложнее сдать даже в автошколе, чем в ГАИ, потому что более сложные вопросы стали, более жесткие рамки. Поэтому учите теорию, она вам пригодится на дорогах. С 1 сентября 2016 года вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по вождению. В основном изменения коснулись теоретической части. Все те же 20 вопросов, 4 тематических блока. Но если раньше за две ошибки отправляли на пересдачу, то теперь за неправильный ответ в блоке добавляется еще 5 вопросов и еще 5 минут. Тут ошибиться уже нельзя. С одной стороны, мера лояльная по отношению к будущим водителям, с другой стала сложнее. Коснулись изменения и практической части. Для сдачи автодрома нужно за час выполнить 5 упражнений. Три обязательные, два выбирает экзаменатор. Среди них появилась новая змейка и поворот на 90 градусов. Там есть три фигуры, из которых одна убирается, две остаются. И вот пять фигур они должны сдать все вместе комплексом. Раньше они сдавали по одиночке каждую фигуру, а теперь только уже комплекс. Заезжает, время зафиксировали, последнюю фигуру делает, выезжает, время остановили. Посмотрели, уважился во время, ошибок не сделал, значит сдал. На работе автодрома изменения практически не отразились. Столько поменялась разметка на площадке. Зато новые правила были предъявлены к экзаменаторам. Их отбор стал жестче. Изменилась и бальная система оценки при сдаче города. Кроме того, теперь на экзамене обязательны фото- и видеофиксация, как внутри, так и снаружи автомобиля. Со вступления правил в силу прошло уже полтора месяца. В ГИБДД провели анализы и отметили, количество сдавших с первого раза сократилось на 15%. В основном для кандидатов-водителей стало сложнее сдавать теоретический экзамен. Это в первую очередь связано с тем, что величина транспортного потока растет с каждым годом. И мы уже не можем позволять молодым водителям доучиваться на проезжей часть дороги, уже будучи водителями. Нет, они должны пройти полный курс обучения, стать уже, можно сказать, профессиональными водителями, только после чего получать водительское удостоверение. Во Владимире действует 19 автошкол, соответствующих всем стандартам. Перед тем, как новые правила вступили в силу, всех их работников тоже протестировали. Екатерина Зинурова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33. Так легче стало сдавать экзамен или сложнее, Эдуард? Ну, естественно, сам процесс увеличения вопросов и все, что касается разметки на автодроме, в какой-то мере усложнил его. Но это опять же на первых порах. То есть те люди, которые обучались по старой программе, им, естественно, сложнее переучиться и получить это заново. А новые ученики, которые приходят, в соответствии мы их обучаем и подводим к итоговым экзаменам, где получаем положительные результаты. Опять же, сложно в процессе обучения, легко будет на дорогах. Поэтому мы обеими руками за эту процедуру и поддерживаем полностью. А Максим, на ваш взгляд? На мой взгляд, так же. В принципе, ничего не изменилось, но в целом улучшение в лучшую сторону. Кандидаты-водители начали учиться более грамотно, они начали к этому делу подходить серьезнее. И выходя на экзамен, они полностью готовы управлять транспортным средством. — Насколько я знаю, в вашей школе сегодня проходили экзамены по сдаче на права. — Да, совершенно верно. — Насколько успешно? Можете озвучить цифру, сколько человек сдал и сколько не сдал? — К сожалению, сейчас я вам эту цифру озвучить не могу, так как экзамен еще идет. Студенты, кандидаты-водители успешно сдали теоретическую часть, потом подошли к практике. У меня сегодня сдавала одна ученица, она сдала. — А вот какое чувство испытывает инструктор, когда его ученик вот так с первого раза проходит столь сложный теперь экзамен? — В целом это зависит даже больше не от ученика, а от того, как он занимался. Есть люди, которым это легко дается, приходя на занятия, ты понимаешь, что он готов. А есть люди, которые преодолевают себя. И с каждым занятием они поднимаются на шаг выше, выше, выше. — Эдуард, если вот суммировать и определиться, собственно, какие поправки были введены, вот те самые новые, как говорят, ужесточающие, те самые, которых так боятся кандидаты-водители. Что изменилось, что теперь обязан сдавать будущий водитель? — Все, что касается блока теоретической части, то есть это разделено на 4 блока. На каждую ошибку из одного блока добавляется 5 вопросов. То есть всего дается 2 ошибки на сдачу теоретического экзамена. Все, что касается автодрома, то там добавились, сдаем мы уже не 3 элемента, а 5. И плюс там эти элементы могут меняться в процессе, это будет определять экзаменатор. То есть сложного, по большому счету, ничего нет. Более того, если мы их обучаем по новым требованиям и новым программам, то, соответственно, ученики обучаемые. — А на ваш взгляд тогда чего так боятся будущие водители? Почему такой страх возник? — Страх в основном был у тех учеников, которые учился по старой программе. И у нас как раз вот этот переплывающий момент. Те ученики, которые обучались до 1 сентября, часть учеников не попали и не успели сдать экзамен до 1 сентября. И, соответственно, им пришлось переучиваться. То есть наши преподаватели переподготавливали этих учеников, все, что касается теоретической части. А инструктора, естественно, докатывали и перекатывали уже на автодромах. — Максим, вот на ваш взгляд, какие чаще всего ошибки совершают при сдаче экзамена теория, практика? Какие это основные ошибки? — Если говорить о теории, самая частая ошибка — это невнимательность. Часто бывает, что к концу обучения ученик уже уверенно начинает билеты решать, отвечает на вопросы, не дочитывая ответы до конца. И чаще всего ошибается. С автодромом проблем нет. Ученик, подходя к экзаменам, уже уверенно машину управляет. А вот в городе уже начинаются проблемы. Ученик из-за волнения чаще всего начинает делать ошибки. Чаще всего это связано с волнением. — Чаще теория или все-таки практика подводит? Практика, насколько я понимаю. — Да, совершенно верно. Чаще всего практика. — А какое-то определенное упражнение или вот все жалуются, что попался не тот инструктор, что инструктор специально выбрал какой-то сложный участок дороги? Насколько вот это вот работает? — Нет, это неправда вся. Чаще всего ошибки пешехода, стоп-линии. Инспектор принимает экзамены, он это делает не субъективно, нравится или не нравится, он это делает по строго определенной форме. Если ученику попадается маршрут, по которому он не смог проехать, то есть чаще всего это связано именно с навыками управления. — Насколько я понимаю, раньше необязательно для того, чтобы сдавать экзамен, нужно было регистрироваться на сайте государственных услуг. То сейчас это необходимая процедура. Вот не возникает ли проблем, когда кандидат в будущее водители не смог зарегистрироваться на сайте государственных услуг, и в результате экзамен у него не получилось сдать? — То есть правильно был задан вами вопрос. Вопрос этот на сегодняшний момент очень актуальный, потому что ученики нашей автошколы столкнулись с тем, что до 1 сентября, в конце августа месяца, наши ученики должны были сдать теорию и практику по старым нормам. 37 человек пытались зарегистрироваться на сайте госуслуг, 37 человек не смогли зарегистрироваться, 4 человека были допущены каким-то образом до экзамена, 33 человека у нас не были допущены. На сегодняшний момент это является актуальной проблемой, и соответственно мы понимаем, что это будет нарастать как снежный ком, и ученики по большому счету до полугода, после того как выйдя из учебного заведения, получив свидетельство об окончании школы, автошколы, до полугода не будут иметь возможность подойти к экзаменационному моменту. Поэтому сейчас изыскиваем возможности, обсуждаем, решаем, как проработать тот механизм, который даст возможность. То есть госуслуги у нас для вам созданы для того, чтобы упростить процедуру будущему кандидату водителя, а на сегодняшний момент это усложняет. Наоборот, реакция идет обратно. На ваш взгляд, как можно эту проблему решить? То есть, ну соответственно, госуслуги у нас запустили как минимум полтора года, год назад. Соответственно, тогда позволялось и разрешалось тем ученикам, которые не могут зарегистрироваться на сайте госуслуг, по дополнительной записи, через книгу, в ГИБДД это можно было решить. На сегодняшний момент это ужесточили, и то есть не дают права и возможность тем ученикам, которые не успели записаться на сайте госуслуг, записаться в отдельную очередь через книгу уже непосредственно в ГИБДД. Поэтому при наличии того, что если дадут возможность использовать дополнительно второй вариант, это даст возможность отрегулировать эту ситуацию. Новые правила, точнее поправки к сдаче экзаменов вступили в силу 1 сентября 2016 года. Вот у меня вопрос в связи с этим, изменился ли учебный процесс по подготовке кандидатов будущих водителей Максима? Насколько он сложнее стал, длительность, насколько он стал более объемным? Ну, в целом все осталось по-старому. Я сегодня задавал этот вопрос нашим девочкам, которые преподают теорию. В принципе, программа осталась старая, но они стали больше внимания уделять именно билетам, решание билетов, прорешивание, и внутренние экзамены стали жестче. Чтобы сейчас ученик пошел на экзамены, он должен сдать несколько билетов без ошибок вообще. А так, по теории осталось, по-старому, практика, автодром поменялся. А вот какие изменения произошли в автодроме в связи с добавлением вот этих вот двух дополнительных элементов, которые обязан сдать кандидат? Они, изменения были не в худшую сторону. В принципе, усложнений нет. Кандидаты-водители, которые подходили к экзаменам к этому времени, с ними справились. Там добавились три элемента. Это змейка и два поворота по 90 градусов. И разворот в ограниченном пространстве. Инспектор выбирает из этих упражнений два, и кандидат-водитель его выполняет. Я правильно понимаю, что раньше было пять элементов, и достаточно было три? Да. Сейчас пять из пяти плюс два дополнительных? Сейчас пять из шести. Пять из шести? Да. Максим, вот на ваш взгляд, сдача экзамена на автодроме и вождение по городу насколько сильно отличается? Я насколько понимаю, достаточно просто откатать на своем родном уже автодроме, а потом уже, выезжая в город, какой-то психологический барьер, момент, насколько сложно подготовить водителя именно с точки зрения психологической к тому, что он будет управлять автомобилем в потоке с другими автомобилями. Сложный этот? Вот преодолевают ли люди легко этот момент? Не все не преодолевают это легко. Есть кому это дается на раз, а с кем-то нужно заниматься долго-долго. С кем-то нужно выезжать за город, учиться переключать передачи. С кем-то начинаем сразу. В основном в промзоне, прокатки начинаем. А вот эти вот, много ли кандидатов, которые дополнительно покупают часы вождения именно в городе? Процентом соотношения, ну процентов 10, наверное, нуждается все-таки в дополнительных занятиях. Основная масса к завершению программы готова к экзаменам и успешно сдают. Эдуард, вот такой вопрос. Учиться вождению идут не только, ну скажем, все, в том числе и люди с ограниченными возможностями. Насколько сегодня наши автошколы приспособлены для их обучения? Вот насколько сложно или наоборот проще может быть их обучение? Как это происходит? Данное направление, естественно, у нас во Владимире и Владимирской области данное направление взяли только мы. То есть мы одна единственная автошкола, которая обучает людей с ограниченными возможностями. Это совместный пилотный проект с Григорием Витеричем Аникеевым, председателем областной общественной патриотической организации «Милосердий и порядок». В свое время поднимался вопрос об открытии данной школы. Нами был выигран грант на переоборудование данного автомобиля. И, соответственно, на сегодняшний момент порядка 8 лет мы уже на этом рынке. Спрос есть. Естественно, люди приезжают. Изначально это были владимирцы, потом это начала область приезжать. И сейчас, на сегодняшний момент, соседние области приезжают. Потому что на момент открытия данной школы в России существовало всего порядка 4 автошкол. Сейчас, естественно, их больше. Более того, мы также взяли новое направление. Это Севастополь-Симферополь. Вот расскажите об этом поподробнее. Потому что я слышал, об этом уже многие говорят. Вот что это за такой, я не знаю, проект? Или вот почему именно в таком направлении? Ну, так как город Севастополь является побратимым городом с городом Владимиром, в свое время, когда Крым присоединился к России, мы взяли вот это новое мощное направление. В Севастополе у нас открыт филиал Автодара. Непосредственно в Симферополе открыта школа Крым-Автодар. Тоже взяли на себя социальное направление. На протяжении 23 лет, пока Крым был не в составе России, данное направление там вообще не поддерживалось. То есть были определенные сложности, трудности. Открывались мы на протяжении полутора лет. Потому что пока у нас Крым вступал в правовое поле российского законодательства, были определенные сложности. Но при всем при этом мы получили результат, мы добились. То есть эти филиалы уже работают? Уже работают. То есть в Симферополе Крым-Автодар у нас 3 марта получил лицензию, первую лицензию в Крыму российскую. Все, что касается Севастополя, с 15 июня мы официально там уже запустились и работаем. Все, что касается категории людей с ограниченными возможностями, естественно, это своя такая специфичная категория, к которой есть необходимость, определенный подход. В первую очередь это у нас автомобили, переоборудованные под ручное управление, как механика, так и коробка, автомат. Естественно, все, что касается учебного процесса, под них мы специально разработали дистанционное обучение. То есть у нас есть 4 формы обучения. Это группа, индивидуальная, на дому и, соответственно, дистанционно. То есть буквально года 2 назад к нам пришла ученица, которая на костылях, то есть вообще отсутствовали ноги. Естественно, ей передвигаться сложно, трудно. И она у нас проходила процесс обучения на дому. То есть преподаватель выдвигался непосредственно домой и проводил курс обучения по правилам дорожного движения. Все, что касается инструктора, то, соответственно, машина подавалась и непосредственно к подъезду данного кандидата спускали вниз. И на сегодняшний момент получила права и ездит. У меня вот какой вопрос. Я понимаю, что теорию они наверняка сдавали точно так же, как и все. А вождение тоже точно так же? Все то же самое. Только это все перекладывается на руки. То есть отсутствие ног. Там есть различные категории. У кого отсутствует одна нога, у кого две, у кого там рука отсутствует. То есть тоже есть такие варианты. Тут опять же мы подбираем, либо это коробка автомат, либо это механика. То есть комплектацию того автомобиля, который даст возможность. А так сдают в том же объеме те же упражнения. И надо сказать, что данная категория людей, так как жизнь их заставила и подвела к этому, они еще более ответственно относятся к этому. И в основном все эти, не в основном, а все кандидаты с ограниченными возможностями, они сдают с первого раза. То есть это, как правило, люди, которые очень хорошо... Да, заточены прям плотно, четко заточены на результат. Мы общались уже перед этим с сотрудниками ГИБДД, и они отметили в свою очередь, что сейчас людей, которые идут учиться на права, стало чуть меньше. Летом, до того, как вступили вот эти поправки, был прямо бум. Вот так ли это или нет, действительно сейчас наблюдается некий спад людей, которые идут обучаться на вождении. Максим? На мой взгляд, этот спад связан больше не с изменениями, а с тем, что люди, которые хотели отучиться, они, во-первых, отучились летом, во-вторых, они отучились до сентября, чтобы успешно сдать экзамены по старым программам. То есть то, о чем мы говорили, то есть по старой программе все хотели сдать. Да. Эдуард, больше людей стало, меньше? Нет, естественно, пошел некий маленький отток, но, опять же, это связано, я думаю, в первую очередь именно с изменениями, потому что все мы знаем изменения, которые вносились, начиная там, первые изменения у нас в 2010 году, 1 июня, это наличие соответствия автодромов, 2014 год, 14 августа, и, соответственно, все последующие школы в эти моменты попадают в некие такие маленькие неудобные ситуации, где, то есть 2014 год, на протяжении месяца, двух месяцев в школам было запрещено производить запись учеников. То есть вот эти вот переходные моменты, они очень плохо сказываются на все, что касается школ. Идут оттоки людей. Поэтому на сегодняшний момент тоже есть маленький отток, потому что люди хотят присмотреться, люди хотят понять. Более того, те люди, которые сдали, естественно, они рассказывают о своих ощущениях, и, соответственно, здесь и наступает именно момент, опять же, мы затронем все, что касается госуслуг. То есть, насколько мы понимали и знали, то, что госуслуги предоставлены для того, чтобы упростить, ускорить процесс ученика подвода к экзамену, получается обратная реакция. То есть люди в очередях сейчас стоят, не могут записаться. Такой вопрос. Мы говорим о сезонности обучения. Вот существует миф, что лучше идти обучаться на права в зимний период. Так это или нет? Максим. Это миф. А вот на самом деле тогда как это происходит? Чаще всего ажиотаж начинается весной, когда, во-первых, студенты уходят на каникулы, появляется больше свободного времени, и погодные условия получше. На дорогах рисуют разметку, опять же, становится проще. И они начинают учиться. А с точки зрения профессиональных наработок и профессиональных навыков, вот ты говоришь, что если человек хорошо ездит зимой, то, соответственно, летом он вообще будет ездить идеально просто. Разрешите поправку внести? Да, конечно. То есть, естественно, тот человек, который более грамотно подходит к этому процессу, вот смотрите, человек, который у нас отучился весной, он получил навыки вождения по асфальту. И обычно это так и получается, когда у нас первый снег ложится на дорожное полотно, то тут наступает день жестянщика. Потому что человек неподготовлен. Тот человек, который идет и обучается непосредственно в зимний период времени, инструктор уже навыки вождения именно по этому дорожному полотну изучает в процессе вождения. Все, что касается лета, это более простой вариант. То есть, если тебя научили кататься по дорожному полотну, скользкому, заснеженному, то летом это будет проще. Поэтому те люди, которые немножко грамотно подходят к этому вопросу, чтобы дополнительно не брать потом, обычно люди, которые отучились у нас летом, зимой, если они правильно и добросовестно к этому относятся, они берут еще дополнительные занятия, для того, чтобы обучиться именно в такой период времени. А какие лучшие у водителей мужчины, женщины, спор, которые продолжаются, наверное, на протяжении существования всей этой профессии? Вот на ваш взгляд, Максим, кто внимательнее, кто лучше себя ведет на дорогах? Мне кажется, это больше зависит от качества человека. Есть хорошие водители девушки, есть хорошие водители мужчины. В целом это зависит от характера. Самое главное, на мой взгляд, это соблюдение правил дорожного движения. У меня есть знакомые девушки, которые любому мужчину дадут фору. То есть потоки себя ведут уверенно, и вот обидными словами их никто не называет? Ни в коем случае. Такой вопрос. У нас постоянно в городе происходят какие-то изменения. Вот строительство Лыбинской магистрали так или иначе сказалось на дорожном движении. А в вождении в городе не возникает ли каких-то трудностей, именно вот когда приходится садиться вместе с инструктором, проехаться с ним по какому-то маршруту, а не получается, потому что здесь перекрыто, здесь перекрыто, транспортный поток большой. Насколько сложности сегодня существуют ли они или их нет? Ну, это естественный процесс, и, соответственно, ученик должен быть готов к тем пробкам, заторам, которые существуют. То есть когда он выйдет уже, получив водительское удостоверение, он будет сталкиваться с этими процессами. Поэтому здесь ничего страшного нет. И если есть эти моменты, то они его просто подготавливают, как правильно, грамотно себя вести вот в таких ситуациях. Максим, на ваш взгляд. Да, трафик увеличился, причем сильно, серьезно увеличился. За последние несколько лет стало машин больше. Учиться стало тяжелее. Но, с другой стороны, ученик выходит уже готовым ко всем трудностям, которые могут его встретить в потоке. И последний вопрос. Все вот эти поправки, так или иначе, сказали ли они на стоимости обучения? Эдуард. Ну, естественно, ценовая политика на сегодняшний момент в городе, она постепенно начинает увеличиваться, потому что здесь, помимо всего этого, также у нас дорожает и бензин. Естественно, и жизнь наша дорожает. То, соответственно, некие маленькие такие незначительные удорожания есть. Если мы с вами рассмотрим смету, реальную смету стоимости обучения, она составляет порядка 40 тысяч рублей. На сегодняшний момент средняя цена города Владимира составляет 25 тысяч. Не потому что мы не хотим этих денег, а потому что то количество школ, которое существует, то есть это борьба, конкуренция дают возможность нам именно находиться в этих нишах и в этих позициях. А, Максим? В целом программа стали старой, но стоимость обучения пока что у нас это не увеличилась. То есть стоимость не увеличилась обучения. Эдуард, Максим, я вас благодарю за столь интересную и содержательную беседу. А телезрителям я напоминаю, что экспертами программы на всю Владимирскую сегодня выступили директор автошколы Автодар Эдуард Голубцов и старший инструктор по вождению Максим Жилин. В студии для вас работал Борис Пучков. И напомню, что все новости, а также выпуски программы на всю Владимирскую, включая и этот, вы можете посмотреть на официальном сайте trc33.ru. И до новых встреч на телеканале Губерния 33.